Всем привет, ребята! С вами я, Стив Про, и сегодня я расскажу вам об истории из моей жизни, когда меня чуть не выгнали из школы, когда я был в 10 классе. Я знаю, ребята, что для моего канала это довольно необычное видео. Если подобная тематика вам понравится, то, ребята, я и дальше продолжу снимать истории жизни. А вы уж мне поверьте, у меня, ребята, этих историй довольно много, поэтому видосики, ребята, практически даже будут не кончаться, потому что историй реально очень много. И я уверен, что, ребята, каждая история, которую я вам расскажу, она, ребята, вам, возможно, понравится. Ну, а мы с вами давайте начнем, пожалуй, с самого начала. Я заканчиваю 9 класс, и передо мной появляется выбор. Либо пойти в Шарагу, либо вернуться обратно в школу и закончить два последних класса. Но, ребята, уже в 8 классе, и для себя я решил, что пойду обратно в школу. Поэтому, после того, как я закончил 9 класс, я подал документы обратно в школу. Меня, конечно, взяли, и тут, ребята, наступило лето. Ох, как я хорошо отдохнул этим летом, это, ребята, просто не описать. Прошли эти 3 месяца, и наступил первый... точнее, наступило 1 сентября. То есть, ребята, первый звонок. Этот день пролетел довольно быстро, я даже не помню, что так как. И, ребята, также быстро пролетел и сам сентябрь. То есть, он реально пролетел очень быстро, я просто моргнул, и всё, ребята, сентября уже нету. Коллектив, кстати, был очень хороший, чему я сильно обрадовался. И, ребята, наступает октябрь. Это, наверное, самый мой неудачливый месяц за весь год. Хотя, это не точно. Но, ребята, это самый весёлый месяц. Наступает октябрь, и, ребята, за октябрь я умудрился набрать 5 двоек. По математике, я не знаю, каким образом, но... Я, ребята, смог это сделать. И к концу месяца, слава богу, я смог закрыть хотя бы 3 двойки. И у меня, ребята, осталось 2 открытых двойки, которых я через неделю забыл. Но о них, ребята, не забыли заочие. Ну, а теперь, возможно, вам интересно, как я вообще получил эти двойки. Всё, ребята, довольно просто. Я очень сильно не любил делать домашку. А математичка очень сильно любила ставить двойки за домашку. Точнее, за не сделанную домашнюю работу. И в итоге 3 двойки я получил за то, что я не сделал домашку. И, ребята, 2 двойки были за самостоятельной работой. И в итоге вот такие оценки получились. Но, слава богу, что реально я смог закрыть 3 двойки. И, ребята, у меня осталось только 2 открытых двойки, которые, как я сказал в начале, я о них забыл. Но о них, ребята, не забыли заучие. И спустя, наверное, пару дней моих родителей вызывают в школу под предлогом того, что меня могут выгнать из школы. Узнав это, я довольно сильно испугался. Но, ребята, деваться было некуда. Мы вместе с мамой пошли в комнату к заучу, где как раз-то сидел зауч. И справа от зауча сидел классный руководитель. Я, ребята, очень сильно люблю этого классного руководителя, в кавычках. Это самый лучший классный руководитель, в кавычках. На самом деле, ребята, неплохой, конечно, это учитель. Но, всё-таки, я не очень сильно любил этого классного руководителя. Да, это была женщина. Зауч, ребята, тоже была женщиной. И у нас начался небольшой разговор. И, ребята, начали говорить о моих оценках. И самое главное, что во время этого разговора ни разу, ребята, не сказали о математике. То есть, не было ни слова о математике. Просто говорили, что я плохо учусь. Это плохо. Это нужно исправлять. И мы не понимаем, как ты будешь в 11 классе сдавать экзамены. Фух, слава богу, что, ребята, сейчас уже прошло 2 экзамена. И, вроде, пока более-менее. Не знаю, как дальше, но посмотрим. Ну и вот, ребята, говорили о том, что я могу не сдать экзамены. Что это плохо. Зачем ты пошёл в 10 класс? Если ты не учишься. Хотя, ребята, прошло ровно 2 месяца. О чём они говорят? О какой учёбе они ещё могут говорить, если прошло только 2 месяца? Вот я вообще не понимаю. Но они об этом говорили. Говорили. И ребята ещё вспомнили о моих опозданиях. Я очень сильно любил приходить под звонок. Когда уже звонок звенит. Когда уже, ребята, нужно идти на урок. На первый урок. Я, ребята, всегда приходил в это время. И, конечно, Зауч, точнее... Ну да, ребята, Зауч об этом вспомнил. И, конечно, это довольно неприятная ситуация, когда говорят о том, что ты плохо учишься. Ещё говорят о том, что ты опаздываешь. Хотя я нифига, ребята, не опаздывал. Я приходил вовремя. Просто я приходил прям под самый звонок. Я прихожу, ребята, извини, звонок. Я иду на урок. По сути, это не совсем опоздание. Я прихожу прям вовремя. Но им, видимо, это, ребята, не нравится. Ну и об этом сказали. Также ещё сказали об оценках, что, опять же, плохой ты. Нужно учиться. Нужно исправляться. Всё. Мы с мамой вышли из этой комнаты. Мама, конечно, была недовольна. Но кто был бы в этой ситуации доволен. Сказал, что хватит опаздывать. Что вообще за проблемы с оценками. Дома стоялся небольшой разговор. Ничего прям плохого не было. Я всё понял. И, ребята, давайте смотреть, что было дальше. Прошла неделя. И спустя неделю я узнаю, что не только у меня, ребята, вызывали родителей также к заучью. Оказывается, что это, ребята, было поручение свыше. То есть им сказали, что нужно провести профилактику. Или профилактическую беседу с учениками. И, типа, мы вам поставим за это галочку. Ну, типа, ребята, отчёты. В отчётах тают галочки. И я каким-то образом попал в это количество, ребята, ребят. То есть я просто попал вот в этот список. Может быть, ребята, я мог не попасть в этот список. Я не знаю. Но я в него попал. И ещё, ребята, около шести ребят также вызвали родителей в школу. И с ними также провели аналогичную беседу. Говорили точно то же самое. Вот. И, ребята, я потом понял, что мне на эту беседу пофиг. Мне пофиг на слова, которые были сказаны там заучем. Но, ребята, я в течение двух месяцев, наверное, до декабря, не опаздывал. Очень хорошо учился. Но потом, ребята, что-то со мной произошло. И я всё это нафиг послал. Начал опять приходить, как я приходил всегда. И, ребята, центры, конечно, маленько скатились. Потому что реально уже устал. Я просто два месяца трудился, трудился, трудился. Но есть такие учителя, ребятам, которым вообще пофиг. Ты вот трудишься, но им пофиг. Потому что у них есть свои любимчики. Поэтому я просто послал всех учителей куда подальше. И всё, ребята, я начал учиться так же, как учился вот в сентябре и тире в октябре. Ну, может, чуть-чуть получше, но вряд ли. И так же я начал опаздывать. Мне так же говорили, что ты опаздываешь. Но мне было вообще пофиг. Потому что они, ребята, заманят к себе под разными предлогами. Хотя, на самом деле, это не так. То есть, если они сказали бы, типа, вот мы хотим провести с вами беседу. Да, окей. Это было бы по-другому. Но они сказали, что мы из-за этого можем вас выгнать. Хотя, если да, ребята, на беседе, точнее, вы с вами беседовали, так же говорили, что из-за плохих оценок мы можем тебя выгнать. Вот это вообще меня взбесило, что они об этом говорят, ребята, и этим пугают. Я, конечно, это сразу понял, но всё-таки сначала маленько испугался. Но потом, когда узнал, ребята, что не только у меня взвали родителей так же на беседу, я уже точно понял, что мне на это всё просто пофиг. И, ребята, если сейчас вы также учитесь где-то в пятом, шестом, седьмом или восьмом, или, ребята, в девятых классах, то не стоит беспокоиться, когда вы пойдёте в десятый класс, такое может с вами произойти, и вряд ли, ребята, кто-то из учителей, из заучей, директора будет вас выгонять. Ребята, всем на вас пофиг, понимаете? Но если вы, конечно, там прям что-то натворите, да, вас, может быть, могут выгнать. Но, ребята, если вы будете просто плохо учиться, ну, не прям прям, вот вообще не прям жить, а просто плохо учиться, то всем будет на вас просто пофиг. Но вот дальше, ребята, вам будет сложно давать экзамены. Хотя это не точно. Но такая история из жизни была сегодня. Моя, ребята, это история, как меня чуть не выгнали из школы, когда я был в десятом классе. Если она вам понравилась, то обязательно поставьте лосося. Ну, а на этом всё. Всем пока-пока.